Всем привет! Сегодня будем продолжать тему ремонта автомобиля своими руками. Сегодня поговорим о мелкой диагностике ходовой. То есть рано или поздно все водители сталкиваются с тем, что у них начинает что-то стучать спереди на небольшой скорости, на мелких кочках. Какой-то такой мерзенький звук. В общем-то 99% всех случаев это вот такого рода стойка стабилизатора, которая установлена спереди. И она нам дает возврат руля и устраняет лишний крен автомобиля при каких-то поворотах. Тарабадит она как правило на мелких кочках на маленькой скорости, на большой скорости, но мы ее скорее всего просто не слышим. Как определить, что стойка у нас накрылась? Берем автомобиль и раскачиваем его. Вот этот замечательный звук означает то, что шаровые настойки, ну вот у нас явно слышно это с правой стороны, шаровые настойки вышли из строя и болтаются в самом теле. Ну и сейчас у нас есть автомобиль Ford Mondeo, какое это поколение? Третье. Третьего поколения и сейчас мы на нем покажем как это сделать, не имея собственно ямы, имея немножко инструмента, нежелание отдавать денег сервису и домкрат. И свободного времени. И чуть-чуть свободного времени. Вот стойка стабилизатора находится вот здесь, соединяет она всегда стойку амортизационную и тягу стабилизатора. Собственно на этом она и работает. Для того, чтобы ее открутить, ну снять я думаю нам будет чуть проще, чем поставить. Сейчас посмотрим на всех стойках. Производитель нам всегда помогает в откручивании. Это может быть либо шестигранник или звезда в самом пальце, как в нашем случае. Либо может быть распил под ключ в теле пальца, ну с обратной стороны, который крутится. Ну у нас шестигранник, сейчас попробуем сорвать. И фиксируя шестигранником, выкрутить две шаровые стойки стабилизатора. Думаю сорвать у нас должно получиться. Все достаточно легко. Причем учитывая, что сейчас машина поднята на одну сторону, на одно колесо, стойка стабилизатора, она имеет ввиду, что она у нас сейчас в натянутом состоянии. Это конечно нам чуть-чуть усложнит вопрос при установке ее обратно. Да в общем-то и при снятии. Но все равно это, мы напоминаем, что это ленивый метод, поэтому делаем так. Но опасайтесь, она может стрельнуть куда-нибудь недалеко по пальцам. Будет больно и неприятно. Вот мы добрались до правой стойки, левой мы поменяли уже. Вот в правой мы нашли собственно причину ее работы. В ней слышен стук, легкий хруст. И то, что она не должна делать. При всем при том, что пыльники у нее в общем-то целые. Ну а она с нее отработала. Стойки всегда меняются парой. Вот мы берем новую. У нее достаточно жестко ходит шаровая с одной и с другой стороны. И откручиваем, ставим на место, затягиваем, ставим колесо. Мы закончили выполнять работы с перекурами, перерывами, отъездами в другие магазины, с выпиванием кофе и так далее. У нас эта работа заняла долго, но без этого всего это максимум, не знаю, час делов. По результату в багажнике что-то трусится, но спереди звука этого уже нет. Собственно все. Продолжение следует...